Натуральные декорации в аквариуме это действительно красиво, современно и безопасно для аквариумных обитателей. Декотоп, пожалуй, лучший интернет-магазин, в продаже которого только натуральный декор. Думаю, никто не будет против, если грунт для аквариума я назову основой в оформлении и дизайне аквариума. От грунта будет зависеть очень многое и не только внешний вид самой композиции, но и глубокие биологические процессы, которые незаметны глазу. Более того, если дело касается биотопной аквариумистики, то без правильно подобранного грунта не обойтись. В противном случае биотопный аквариум не будет похож на заветный кусочек природного водоема. Также грунты играют важнейшую роль в формировании биологического равновесия. А для растений – самым настоящим домом, в котором развивается корневая система. Для всех аквариумных жителей грунт важен в той или иной степени. Многие рыбки часто перебирают или, как говорят, роют грунт. Возможно, в поисках корма или для создания так называемого гнезда для нереста. Не стоит забывать и о том, что грунт в аквариуме является механическим фильтром, на котором оседает звесь. Более того, грунт – это место, где развиваются колонии полезных нитрифицирующих бактерий. Не секрет, что многие опытные аквариумисты пользуются особенностями грунтов, так как большая их часть не является нейтральными. Соответственно, грунты могут выполнять конкретную кондиционирующую функцию, меняя, к примеру, жесткость и другие показатели воды в аквариуме. Тем самым создавая идеальные условия для тех или иных аквариумных обитателей. В этом видео я хочу познакомить вас с грунтом, который называется SuperUor от компании Decotop. Проведем тесты, посмотрим, как он выглядит в аквариуме и разберем особенности этого натурального черного грунта. С первого взгляда этот грунт привлек мое внимание. Вообще, стоит сказать, что многие мои знакомые запускают аквариум с черным грунтом. Возможно, это тенденция моды. Однако найти натуральный черный грунт часто является проблемой. Вот вам живой пример. Продается черный грунт. Раскалываем камушек, становится понятно, что это крашеный камень. Потому что внутри он белый, со временем краска сходит с любого окрашенного камня. Внешний вид будет испорчен. Помимо этого, краска может быть некачественной и влиять на показатели воды, издавать неприятный химический запах и прочее. Если такой же эксперимент провести в SuperUor, то камень и внутри будет черным. В целом, SuperUor это натуральный черный окатанный гравий. Его можно использовать не только для оформления аквариума, но и террариума. А некоторые используют подобные камни для оформления цветочных композиций. Мне иногда интересно, откуда берутся названия камней грунтов в коммерческих организациях. Почему, например, этот гравий называется SuperUor. Декатоп не скрывает эту информацию и указывает, что этот грунт назван в честь Североамериканского озера Верхнее, в котором широко распространен. К тому же, похожий гравий можно встретить в других биотопах. Например, в озерах и реках Северной и Южной Америки, Евразии, Африке и Австралии. Немаловажно знать размер грунта или, как еще говорят, фракцию. Размер гравия от 2 до 5 миллиметров. Перед тем, как данный грунт засыпать в аквариум, его следует тщательно промыть и не один раз, что в дальнейшем не испытывает трудности с мутной водой. Однако, некоторые аквариумисты пренебрегают этим, полагаясь на мощный фильтр. Что ж, тут уж кому что нравится. В аквариуме смотрится очень хорошо. Стоит обратить внимание, что на таком грунте всегда выгодно смотрятся яркие рыбки и растения. Причем не только зеленые растения, но и красные. Конечно, цвет задней стенки также играет немаловажную роль. Предлагаю посмотреть, как выглядит грунт с белым и темным фоном. Как уже говорил ранее, натуральный декор в большинстве своем так или иначе влияет на показатели воды. Грунт Супериор не исключение. Давайте проведем тест на PH, KH и GH. Показатели местной отстоявшейся водопроводной воды. PH-6, GH-15, KH-10. Данный аквариум с этим черным окатанным гравием простоял неделю. Естественно, подмену воды я не делал. Вот результат. PH-7,5, GH-19, KH-12. А для любителей проверить грунт уксусом, шипит. Или не шипит, скажу сразу шипит. Если Супериор залить уксусной кислотой, получится самая настоящая газировка. PH-7,5, KH-15. Стоит сказать, что на сайте Декотоп под этим грунтом есть рекомендации, для кого подойдет данный грунт. Эта полезная информация пригодится многим начинающим аквариумистам. Рыбы-брызгуны, монодактилы, аргусы, африканские цихлиды. Хочется выделить живородящих карпозубых, ведь они считаются наиболее часто встречающимися рыбками в домашних аквариумах. Это гупи, малинезии, меченосцы, пицилии. Конечно, это не весь список аквариумных обитателей, которым подходит жесткая вода. Не стоит забывать, например, про декоративных раков, которые с каждым годом завоевывают популярность. Кстати говоря, это те самые обитатели, которые любят рыть грунт. И фракция этого гравия подходит им идеально. А за счет того, что супериор не имеет острых углов, он безопасен для всех аквариумных обитателей, которые любят порыться в грунте. Рептилии, для которых подходит данный гравий. Это бородатые агамы, кольцехвостые вараны, колючие игуаны, масковые игуаны, пятнистые эумблефары, песчаные удавы, пустынные игуаны, шипохвосты. Помимо этого, натуральный черный аккатный гравий подойдет для скорпионов. Давайте посмотрим, как с таким грунтом смотрятся коряги и декоративные камни. Задний фон также будет меняться. А вас, дорогие друзья, я попрошу написать в комментариях, какой вариант вам понравился больше всего. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Напоследок добавлю, что сегодня очень часто используют подобные грунты для декорирования цветочных растений в горшках. Обратите внимание, в описании под этим видео я оставил ссылку на сайт DimaTorzok, группу ВКонтакте и Инстаграм. Декотоп один из немногих интернет-магазинов, который добросовестно относится к каждому покупателю, и я лично и неоднократно в этом убедился. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok